На уси белорусское обмеркование дальнейшего развития краины Гомельская область накеровала 350 делегатов. Гэта новоколцы, керовники предприемства, працовники заводов и студенты, дейши культуры и медики, люди разных узростов и разных интересов. Усих их объеднувая небо, яковаясь до будущей своей краины и высоких гонорей, кем надзялили их земляки, представляясь Гомельскую область на самом масштабном внутрибелорусском политичном форуме. И вот сейчас, после встречи, в Палаце Республики яны вернулись на Гомельшину и делятся своими уражениями и выниками пятого уси белорусского народного сходу. Брагадир муляра у тынковщика у Гомельского домобудовничного комбината Ирина Шабулдаева вернулася из Минску с оправдной зоркой. И она выступила со своим зворотом до удельников сходу с трибуны Палаца Республики. Дома подчас промой трансляции за ее хвалявалась великая колькость людей – знакомые, родные коллеги. Кажет, что выступать было хоть и страшно, але приемно. Головное, что засталася под шутой. Качество непосредственно зависит от квалификации рабочего. Я вот конкретно поднимала этот вопрос, и мне было очень приятно, что сам президент Александр Григорьевич, он услышал, и я полностью его поддерживаю, когда он сказал, что любая теория должна поддерживаться практикой на рабочем месте. То есть непосредственно, как таковы сейчас молодые люди, которые приходят, теории у них очень много, они много чего знают, но практических навыков мало. Хотелось бы, чтобы непосредственно на объекте, чтобы они могли взять в руки валик, тот же шпатель и конкретно делать то, что делаем мы. Некоторые из удельников 5-го Усебеларусского народного сходу поспели провести сустречу у прационных коллективах. С работниками Гомельского профессийно-техничного колледжа народных мастанских промыслов сустречу организовал наместник директора Злина Виталь Шилов. На пошатку сустреча одразу показал портфель, и кидарыли усим удельникам сходу разом с планшетами. Гэтые подарунки уже нарабили шмар шуму у интернете. Кажа портфель – самый простый, айчины в творчасте, и планшет – так само таны, призначенный для работы с текстовыми файлами. Их выкрыстание дозволило сэкономить кипы паперы, и час для удельников форума, яким треба было прошитать, подшуться, обмерковать великий объем информации. Говоры лишь два дни об усим – от политики до культуры. Конечно, пятый усебеларусский народный сход выпал на непростый для беларусской экономики час. Их это, конечно, особная размова. Мы предлагали именно вопросы экономики, вопросы поддержки предприятий, Министерства промышленности, особенно крупных таких предприятий, как Холдингом Сильмаш, в том числе Минский тракторный завод МАС, именно рассмотрение вопросов поддержки со стороны государства. Это не значит, что это безвозмездные субсидии, это, возможно, реструктуризация каких-то банковских кредитов, возможно, выделение субсидий под низкий процент. Мы все это было услышано, все это было обсуждено. Усебеларусский народный сход протягивался два дни. Его обмеркование, как кажут на местах, будет проходить еще не один тыдень. А резолюция, которую приняли у дельники схода, будет уплывать на наше житие еще не один год. Головные у дельники схода выказали прихильность до той политики, которая проводится за раздержавой, а резолюцию подтримали одноголосно. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».